Заблокировали замок и обложили шинами квартиру известного российского пропагандиста. Татаренкова подожгли 7 января 2024 года. «Обложили мою дверь в квартиру шинами, принесли ещё досок, бросили бутылку с зажигательной смесью. Бронированная дверь спасла от полного выгорания квартиры. Поджигатели рассчитывали на то, что внутри люди, хотели жертв. По счастливой случайности дома никого не было. В квартире горел свет. Его было видно с улицы». Татаренков – ярый путинист, поддерживающий войну России против Украины, работает на радио и ведёт ютуб-канал «Изолента». Гостями Татаренкова в эфире были, например, представитель МИД России Мария Захаровой, пропагандист Тигран Кеосаян. Свою деятельность Татаренков называет хайпологией. Он ненавидит не только украинцев, но и тех россиян, которые выступают против войны. В эфире одного из пропагандистских ток-шоу он заявил, что лозунг «Нет войне!» – нацистский. В декабре 2023 года в Санкт-Петербурге пытались повредить двери и в квартирах других кремлёвских пропагандистов. В Санкт-Петербурге полиция задержала двух подростков по подозрению в повреждении дверей монтажной пеной в домах двух провластных военкоров – Дмитрия Стешина и Романа Сапанькова. Из публикации издания «Докса». Журналист пропагандистской комсомольской правды Дмитрий Стешин прославился мифическим рассказом о Германии, якобы замерзающей без российского газа. Он утверждал, что на улицах немецких городов не осталось палок, так как их якобы сожгли в каминах. Пропагандиста жестко высмели в сети, а вот Кремль его наградил в 2022 году. Стешин получил премию «Золотое перо России». Сапаньков стал популярным после начала полномасштабного вторжения России в Украину, часто делает репортажи с временно оккупированных территорий Украины. К слову, его связывают с ЧВК «Вагнер» и «Пригожиным». И вполне возможно, что следующими жертвами станут Симоньян, Соловьев, Киселев. Они не могут 24 на 7 ходить с охраной. Более того, есть гораздо больший пул пропагандистов уровнем поменьше, которым никакая охрана не приставлена. Именно поэтому я рекомендую пропагандистам всех мастей быть аккуратными в своих словах. А у вас нет чести и совести. Да, вы те, из-за кого в том числе каждый день убивают украинцев. Напомним, в апреле 2023 года в Петербурге на встрече с почитателями погиб так называемый военкор Владлен Татарский. В мае взорвался автомобиль пропагандиста и писателя Захара Прилепина. В результате погиб его охранник. Неоднократно жаловались на угрозы кремлевские пропагандисты Александр Коц, Валентин Трушнин и Владислав Шурыгин. Юлия Грановская для телеканала «Фридом». Валентин Турнин